Это ястреб. Это как это? У нас это обычно переводят в кавычках как цыпленок ястреб. На самом деле это про то, что цыпленок это трус, ястреб это понятно отважный, поэтому книжка называется трусливый ястреб. Книжка это мемуары американского вертолетчика, то есть рядового совершенно гражданина США, который закончил вертолетное ПТУ, погрузился на корабль вместе с вертолетом и отправился воевать по Вьетнаму. Поскольку в Америке, как все мы знаем, есть свобода слова, то гражданин не несет никакой ответственности перед Министерством обороны США и пишет там все, так сказать, как ему видится и как ему думается. Поэтому впечатление лично на меня, как на человека когда-то в армии служившего, произвело очень сильное. То есть там достаточно странные вещи описаны. Начиная с того, что никто не копает окопов и убежищ от обстрелов и заканчивая тем, что в столовой у них висит череп вьетнамца, а американские замполиты как-то на это совершенно спокойно смотрят. В общем, все, что большевики говорили про американскую армию, чистое, правда, и на самом деле еще хуже. Есть там примечательный момент, как автор книжки возил полковника Мура. Полковник Мур, это если кто-то смотрел художественный фильм «Мы были солдатами» с Мелом Гибсоном. Главные роли там про то, как американцы первый раз высаживались в долине Ядранг. Вот так по-русски обычно, а может, это какой-то ячанок там, не знаю. Не знаю, как правильно, по-вьетнамски. Вот человек, роль которого играет Мел Гибсон. И это как раз полковник Мур, а автор книжки его возил. Биография у него интересная. Говорят, там еще одна книжка есть про то, как он, демобилизовавшись из армии, занялся перевозкой наркотиков из Южной Америки. В этой книжке нет, а в другой есть. Я ее пока что не читал. И если там интересно прочитаю, я вам доложу, и мы ее тоже издадим как продолжение. Вышла книжка в издательство «Питер», где выходят практически все наши книжки издательство «Питер». Большое спасибо. На мой взгляд, очень хорошо и интересно получилось. Если есть вопросы, задавайте. Да, если есть вопросы, у кого-то вот в середине зала стоит микрофон. И вы можете подойти туда, либо поднять руку, я подойду к вам с микрофона. Спасибо. 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 Спасибо.